Дорожное движение ГАИ УВД Гродненского облсполкома Александр Юрьевич Войтешко Здравствуйте Здравствуйте Давайте тогда начнем с того, что же такое уязвимые категории участников дорожного движения Кто это и почему они считаются уязвимыми категориями Само по себе, наверное, сочетание уязвимых участников дорожного движения Говорит сам за себя Это, как правило, пешеходы, водщики и велосипедисты Это та категория участников, которая наименьше защищена И, как правило, это та категория участников дорожного движения Которая в первую очередь получает какие-то травмы В случае, если они попадают в дорожно-транспортное происшествие Надо сказать, что анализ, многолетний анализ дорожно-транспортных происшествий Свидетельствует о том, что все виды дорожно-транспортных происшествий Характеризуются определенной сезонностью И каждый вид дорожно-транспортных происшествий совершается в определенный сезон Если говорить про летний период времени То, конечно, как правило, это опрокидывание, лобовые столкновения И другие виды происшествий Которые связаны, прежде всего, с неправильным выбором скорости Поскольку условия в летний период позволяют двигаться с достаточно высокой скоростью на автомобиле Но вот как только мы подходим к осенне-зимнему периоду Мы понимаем, что световой день существенно сокращается Видимость ухудшается вследствие обильных осадков и так далее И, как правило, в этих условиях чаще всего в дорожно-транспортные происшествия попадают пешеходы То есть преобладает такой вид дорожно-транспортных происшествий Как наезд на пешеходов, водщиков и велосипедистов То есть мы как раз подходим к тому, какие дорожно-транспортные происшествия Чаще всего происходят с участием уязвимых категорий участников дорожного движения То есть это, получается, наезды на пешеходов, велосипедистов, ну и вот, водщиков Где чаще всего вот такие ДТП происходят? Они более характерны для города? Либо, может быть, за пределами для, скажем так, дорог, которые соединяют населенные пункты между собой? Либо какой-то корреляции здесь нет и там и там одинаково все происходит? Нет, есть, конечно, и здесь свои особенности Как правило, наибольшую тяжесть последствий от таких ДТП у нас составляют Это наезды на пешеходов вне населенных пунктов То есть так называемые республиканские автодороги Автодороги местного значения, которые соединяют между собой города и другие населенные пункты Надо сказать, что с начала года на территории Гродненской области у нас зарегистрировано 84 дорожно-трансных происшествия с участием пешеходов В прошлом году было за этот период 71, то есть мы видим, что есть определенный рост Ну и вот в этих 84 дорожно-трансных происшествиях 16, к сожалению, пешеходов у нас на дороге Гродненской области погибло И еще 71 получили ранения различной степени тяжести Если возвращаться к местам совершения таких дорожно-трансных происшествий и местам наезда на пешеходов То надо сказать, что 6 пешеходов погибли именно на автодорогах республиканского значения Это такие автодороги, как Минск, Гродно, Баранович и так далее 6 пешеходов также получили смертельные травмы на дорогах местного значения То есть это пригородные дороги Два человека погибли у нас в населенных пунктах, таких как город Гродно и другие Ну и два в иных населенных пунктах, это деревни, какая-то сельская местность Если проанализировать причины, по которым были, скажем так, эти дорожно-транспортные происшествия совершены Это нарушение правил дорожного движения, либо это просто стечение обстоятельств? Это естественно нарушение правил дорожного движения Конечно, прежде всего самими пешеходами Надо сказать, что вот в 52 из 84 наездов на пешеходов Все они были совершены в темное время суток В темное время суток и вот в большинстве случаев пешеходы как раз-таки не были обозначены световозвращающими элементами 17 из них находились в состоянии алкогольного опьянения Ну и надо сказать, что еще 4 из вот таких участников дорожного движения находились, либо сидели, либо лежали на проезжей части в момент наезда на них транспортным средством Поэтому, конечно, обращает на себя внимание поведение пешеходов Но здесь надо рассматривать не только одних пешеходов в этой категории участников дорожного движения, но еще и велосипедистов У нас на сегодняшний день совершено 24 наезда на велосипедистов, которые также передвигаются, как и пешеходы по автодорогам нашей области В которых 9 человек уже погибло и 16 получили ранения различной степени тяжести И к велосипедистам также есть много вопросов, поскольку не все велосипеды оборудованы в соответствии с правилами дорожного движения световозвращающими элементами Нарушения правил дорожного движения со стороны велосипедистов тоже наблюдаются, когда происходит дорожно-транспортное происшествие? Да, конечно, наблюдаются и такие дорожно-транспортные происшествия, и такие же нарушения Я уже обозначал проблему обозначения или оборудования велосипедов в соответствии с правилами дорожного движения катафотами Так называемыми световозвращающими катафотами Зачастую при совершении наезда на велосипедиста, впоследствии в ходе разбирательства по этому ДТП устанавливается, что велосипед не был оборудован такими катафотами И, соответственно, водитель просто не имел возможности вовремя его обнаружить Сегодня статистика показывает, что фактически водитель имеет возможность обнаружить велосипедиста либо пешехода, который не обозначен световозвращающим элементом, только на расстоянии не более 20 метров Это при ближнем свете фар В то время как при скорости 60 км в час тормозной путь автомобиля составляет порядка 40 метров А если автомобиль движется со скоростью около 100 км, то его тормозной путь составляет свыше 80 метров То есть фактически не обозначенный пешеход не оставляет шанса ни себе не выйти Совершенно верно Здесь надо понимать, что водитель фактически не имеет возможности вовремя обнаружить и остановиться для того, чтобы избежать этого наезда на этого пешехода А вот как насчет соблюдения правил дорожного движения в плане движения с нужной стороны для велосипедистов и пешеходов, когда они находятся за пределами, например, города Либо в городе, там спешивание на пешеходных переходах, если человек передвигается на велосипеде Здесь какие-то претензии есть? Вот если говорить именно о тех совершенных дорожно-транспортных происшествиях Да, конечно, конечно, есть, ведь любое дорожно-транспортное происшествие происходит вследствие каких-то причин, вследствие нарушения кем-либо правил дорожного движения И, как правило, в соответствии с правилом дорожного движения, надо напомнить всем, наверное, телезрителям, что пешеход в темное время суток при движении по краю проезжей части дороги Обязан обозначить себя световозвращающим элементом, но если это вне населенного пункта, то он должен двигаться навстречу движению Если это в населенном пункте, то попутно не выходить на дорогу, если имеется возможность движения по тротуару, либо по обочине Выходить на дорогу разрешается только в том случае, если движения по этим элементам дороги невозможны вследствие каких-то обстоятельств Поэтому, конечно, выходя на проезжую часть, пешеход должен себя обозначить световозвращающим элементом Правило допускает лишь одно исключение. Это при пересечении дороги по пешеходному, либо вне пешеходного перехода по линии перекрестка. Пешеход может себя не обозначать световощающими, но ему рекомендуют правило это сделать. Это связано с тем, что несколько лет назад, когда мы только начинали работу с пешеходами и пытались навязать пешеходов носить световощающие элементы, тогда еще шли поэтапно, но и не возвращались к этому моменту, что необходимо обозначить себя при переходе, при пересечении дороги, а только лишь обозначить при движении по краю проезжей части дороги. Но я думаю, что в скором времени будут внесены соответствующие поправки и в правила дорожного движения. Я думаю, что во всех случаях пешеходов на время суток должен будет обозначить себя световощающим элементом. Но, коль уж мы говорим о дорожно-транспортных происшествиях, может быть, есть какие-то показательные примеры уже в этом году, о которых можно говорить? Говорить о тех факторах, которые привели, и вот конкретно какой-то пример. Есть, конечно, примеры. Я уже говорил, что у нас 84 наезда, только на одних пешеходов 16 человек погибло. Вот в сентябре месяце у нас произошло такое достаточно серьезное резонансное, на мой взгляд, дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. Это Слонимский район, автодорога Р-99. Водитель легкового автомобиля Ауди совершает наезд на попутно двигавшегося рядом с велосипедом. Велосипед вел в руках пешеход посреди дороги. Не обозначен световощущими элементами. Совершает наезд, останавливается на обочине. Выходит посмотреть на состояние этого пешехода и сам тут же подпадает под автомобиль, который двигался ему навстречу. В результате этого дорожно-транспортного происшествия погибает как пешеход, так и водитель транспортного средства, который выбежал на дорогу, посмотреть состояние пешехода. Надо сказать, что и тот водитель, который выбежал на дорогу, остановился он также, не был обозначен световощущим элементом. И в настоящий момент проводится проверка, имел ли возможность водитель грузового автомобиля, который уже впоследствии совершил наезд на саму водителя Ауди, видеть его и своевременно принять меры к остановке транспортного средства. Скажите, пожалуйста, какую профилактическую работу проводит Госавтоинспекция с уязвимыми категориями участников дорожного движения? Ну, конечно. Прежде всего, для сотрудников Госавтоинспекции, которые несут службу на дороге, основная задача – это изъятие той самой категории участников дорожного движения, таких как пешеходы, велосипедисты и водщики, с дороги в темное время суток, особенно тех, кто не обозначен световощущими элементами. Но, помимо этого, конечно, проводится и ряд других мероприятий. Это и работа со священнослужителями в период проведения всеразличных профилактических акций, для того, чтобы они через прихожан, своим прихожанам доводили необходимую информацию о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Это и контроль за содержанием уличной дорожной сети, в том числе и за нормальным функционированием электроосвещения на улицах, поскольку отсутствие освещения, конечно, очень существенно влияет на безопасность движения. Это и вынесение предписаний должностным лицам для устранения каких-то неисправностей того же освещения. И целый-целый другой комплекс и ряд мероприятий, которые мы на регулярной основе проводим в течение всего календарного года, не только в проведении каких-то конкретных профилактических мероприятий. Мы также контролируем сегодня и наличие в торговой сети, в продаже тех самых световощущих элементов, для того, чтобы любой пешеход, находясь на дороге, имел возможность зайти. На автозаправочную станцию, в придорожный сервис кафе, приобрести этот световощущий элемент. Вот недавно закончилась акция «Пешеход», буквально 12 октября. Я надеюсь, уже, может быть, подведены какие-то итоги, результаты. Что можно сказать о самой акции и о тех результатах, которые она показала? Действительно, такую акцию проводили мы вперед со 2 по 12 октября. Акция эта имела республиканский масштаб, профилактическая акция под названием «Пешеход». Основной задачей этой акции, конечно, являлась профилактика ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. Надо сказать, что в период проведения этого мероприятия, со 2 по 12 октября, на территории Гродненской области было зарегистрировано всего два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых пострадали пешеходы. Слава Богу, пешеходы не погибали у нас в этот период времени. Всего сотрудниками госавтоинспекции только за этот период с дорог изъято 742 пешехода. Да, они привлечены к ответственности, но, опять же, мы говорим о том, что для нас сегодня это не сама цель. Мы не ставим сегодня задачу оштрафовать и наказать каждого пешехода. Основная задача, конечно, это изъятие его с дороги для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Ну, мы уже сказали о том, что пешеходы и велосипедисты обязательно должны быть обозначены свето-возвращающими элементами, о том, что они должны соблюдать правила дорожного движения. То есть много чего, что они должны знать и помнить. Но наиболее обеспеченная и уязвимая категория участников дорожного движения это, конечно, дети. Что должны помнить и объяснить родители своим детям? Ну, первое, что надо сделать, конечно, это проложить так называемый маршрут школа-дом, дом-школа, для того, чтобы ребенок понимал, как он должен идти, где, на какой автобус-троллейбус он должен, на какой остановке сесть, на какой выйти, с какой стороны перейти дорогу, по какому пешеходному переходу в школу и в обратном направлении. Но, учитывая, что сейчас сократился световой день и дети возвращаются в темное время суток и идут на учебу в темное время суток, конечно, в обязательном порядке все родители должны обеспечить своих детей световозвращающими элементами. И здесь очень важно обратить внимание на то, какие световозвращающие элементы носят дети и где, на какой одежде, либо на рюкзаке, как они их используют. Потому что использовать можно по-разному, но использовать надо безопасно. Сегодня существует масса световозвращающих элементов, но фактически сертифицируются только два вида. Это лимонный и белый цвет, который наиболее хорошо заметен в свете фар, который наиболее хорошо отражает свет. И, как правило, мы всем рекомендуем все-таки использовать так называемые повязки. Повязки световозвращающие элементы, которые закрепляются либо на рукав, либо на ногу, на брюки. Но просим и рекомендуем значительно меньше использовать взамен этих повязок. Это небольшие такие, с пятикопеечную монету, световозвращающие элементы, которых сегодня очень много. Их вешают на рюкзаки, на сумочки. Но здесь надо понимать, что сумка может быть повернута в определенный момент в другую сторону от света фар. И, конечно, отражаться она не будет. Прежде всего, надо сказать, что световозвращающий элемент в свете фар виден за 400 метров, если используется дальний свет фар. И порядка 140 метров от транспортного средства, если использует водитель ближний свет фар. Но, как я уже говорил, если нет фликеров в темноте, это максимум 18-20 метров. Поэтому детей надо, прежде всего, привить им чувство необходимости использовать эти световозвращающие элементы. Спасибо за участие в программе. И, к сожалению, наше время стекло. Напоминаю, это была тема в деталях. Смотрите нас на Треканале Беларусь4, а также на сайте tvgrodno.by. В студии сегодня работала Наталья Завеско. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!